МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какие вопросы возникают у ипотечного заёмщика? И с какими проблемами он может столкнуться в банке? Где удобнее вносить деньги? И где возьмут меньшую комиссию за перевод? Такие вопросы заёмщик адресовал кредитору или организации, которая сопровождала кредит. Например, вы взяли ипотеку в ИЖК. По одной из госпрограмм обслуживанием займов занимались посредники, которых было множество, и за всеми невозможно уследить. Даже провести платёж порой задача не из лёгких. Здравствуйте. Я хочу провести платёж по ипотеке. Конечно, только будет сниматься небольшая комиссия. Дополнительные расходы – неприятный сюрприз. Ведь заёмщик и так платит немалые деньги. В итоге наш платёж ещё не проведён. А время идёт, и может образоваться просрочка. Таких примеров может быть масса. Ведь единых правил у небольших компаний, которые сопровождают ипотечные кредиты, нет. Кто-то пытался навести свой порядок, а кто-то в силу разных причин не выполнял свои функции. Так было до недавнего времени. Теперь заёмщики могут без комиссии вносить платежи по ипотеке АИЖК в офисах ВТБ-24. Какие преимущества – узнаем у сотрудника банка. Добрый день. Чем могу помочь вам? А можно ли вносить частично досрочные платежи через офисы вашего банка? Да, конечно. Вы можете делать как частичные, так и полные погашения через офисы ВТБ-24. Заявление на досрочное погашение вы можете подать через личный кабинет заёмщика АИЖК или по телефону. Пока сотрудник занят консультацией, расскажу. На практике снять с себя риск и неуверенность в небольшом контрагенте весьма просто. Достаточно заключить с крупным банком договор комплексного обслуживания. И во все тонкости клиента будут посвящать профессиональные банкиры. Вот скажите, не возникнет ли просрочки, если я буду вносить деньги в день планового платежа? Мы рекомендуем средства перечислять на счёт АИЖК за 2-3 рабочих дня в избежание образования просроченной задолженности. Ну а кроме того, клиент сразу получает доступ ко всем достижениям банковского обслуживания. Бесплатная карта, мастер-счёт и подключение к системе дистанционного обслуживания банка. Основная цель АИЖК – сделать жильё для граждан доступным. Для этого разработаны самые различные программы. Без внимания не остался никто. Военные, работники научной сферы, молодые семьи с детьми и многие другие. Кроме того, ставки по кредитам АИЖК – одни из самых низких. И другие участники рынка ипотечного кредитования снижают свои ставки вслед за агентством. Сегодня нашими кредитами воспользовались более чем 200 тысяч семей. И для того, чтобы организовать качественное и профессиональное обслуживание этих клиентов, необходимо развитая инфраструктура в регионах. Это не совсем задача агентства. И нами было принято решение привлечь на эту роль профессионального игрока. Крупный федеральный банк. Для этой цели мы провели процедуры по отбору такого института. Провели конкурсные процедуры. И по результатам этого конкурса лучшую заявку подал банк БТБ-24. Еще год назад ипотечный портфель АИЖК обслуживался по другим правилам. Этим процессом занимались многие региональные компании. И у каждого свое представление, что хорошо, а что плохо. Как в домино. Они вроде бы вместе, а вроде бы и стоят по отдельности. Сложности очевидны. Административная нагрузка и шаткое положение некоторых из них. В итоге клиент получал разный уровень обслуживания. И для того, чтобы что-то изменить, порой нужно запустить так называемый эффект домино. Только в нашем случае ни о каком падении речи не идет. Вся разрозненная структура приобретает единый вид, где каждая доминошка прочно опирается на своего соседа. Тесное сотрудничество АИЖК с БТБ-24 началось еще с конца 2015 года. Под сопровождение банка передали весь ипотечный портфель агентства. И сейчас это партнерство только укрепилось. Банкиры получили клиентский поток, а АИЖК за пять лет сумеет сэкономить более 4 миллиардов рублей. Для АИЖК это было тяжело с точки зрения и администрирования этого процесса, и трудозатрат, и в принципе расходов, содержать вот такую армию поставщиков, которые бы обслуживали их региональный портфель. Передав этот сервис нам, соответственно, что получилось? Выиграли все. Потому что у клиентов теперь есть возможность получить сервис. Один из лучших, ну я не скромно скажу, лучший в стране сервис для ипотечного клиента с точки зрения обслуживания своего кредита. История о том, как крупные организации приходят к единым стандартам, как раз подходит под это описание. Так уж принято, что к хорошему быстро привыкают. Но для того, чтобы добиться такой синергии, пришлось многое поменять. Мы как раз изменили всю схему. Если раньше нашими представителями в регионах было порядка 100 компаний, это вызывало объективные сложности у наших клиентов и не позволяло нам выстроить, скажем так, и проконтролировать именно качество предоставления сервиса. Поддержку клиентов в колл-центр. Консультации тут в любое время, дня и ночи. Сеть розничных офисов, более полутора тысяч отделений и больше 13 тысяч устройств самообслуживания, где клиенты и ЖК могут осуществить свой ежемесячный платеж. И это только верхушка айсберга. Ведь ипотечный кредит гасится не один год. У клиента может возникнуть масса потребностей. От справки для налогового вычета до гораздо более сложных вопросов, таких как реструктуризация. Чтобы воплотить жизнь мечты о надежном агенте, требуется немало усилий. На деле оказалось все намного проще. И специальных затрат не потребовалось. В каждой ипотеке прикрепляются залоги, различные документы, заявки. И эти документы при переходе в систему ВТБ-24 должны быть подключены к архиву, они должны управляться. Именно для крупного банка, такого как ВТБ-24, это сделать менее сложно, чем для не таких больших игроков на рынке. В итоге выгода от такого партнерства очевидна в первую очередь для ипотечных заемщиков. А ИЖК предлагает поддержку на государственном уровне и делает ипотеку дешевле и проще. А ВТБ-24 обеспечивает единые стандарты обслуживания и доступность банковских офисов по всей стране. Выигрывает и экономика, и сам клиент. Ведь главный плюс для любого заемщика – максимальная прозрачность, простота и, что немаловажно, оперативность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok